Ситуация с распространением коронавируса в республике хоть и не выходит из-под контроля, но остается сложной. Как мы уже говорили, ожидаемо больше всего зараженных в Чебоксарах. Дальнейшие меры безопасности и особенности работы медиков обсудили в Доме правительства. Пандемия коронавируса – форс-мажор, несмотря на опыт, накопленный человечеством за все предыдущие годы. Российская эпидемиология считается одной из самых авторитетных в мире, но сейчас медработникам приходится очень непросто. Спасибо всем врачам, которые на сегодняшний день активно работают как по основной своей деятельности, так и в связи с этими новыми обстоятельствами, с новой эпидемией. Однозначно можете рассчитывать на всяческую поддержку. Сейчас медперсонал трудится с большой нагрузкой и риском для здоровья. Для приема больных разворачиваются дополнительные специализированные медицинские койки. Алгоритмы действий для оказания эффективной помощи людям, особенно с хроническими заболеваниями, отработаны. Необходимой техникой и оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ и средствами индивидуальной защиты, больницы обеспечены. У нас есть даже две медицинские консультации. Мы за это время троих пациентов перевели. Проверили медицинские консультации с республиканскими учреждениями. Остались очень тяжелые пациенты, семь штук. Семь пациентов, на сегодняшний день их четыре. В принципе, вся работа ведется вплоть до переливания крови. В РИО глава республики отметил, необходимо заранее просчитывать возможную динамику распространения коронавируса и быть готовыми к любому сценарию. Задача у нас опережающим темпом готовить соответствующие койки, которые на сегодняшний день уже имеют соответствующее обеспечение и кислородом, и ИВЛ. С тем, чтобы в случае, если будет течение болезни усложняться, чтобы больные могли получить соответствующее лечение. Больные коронавирусной инфекцией иногда проскакивают и в те лечебные учреждения, которые не специализированы для лечения этого вида инфекционного заболевания. И вот здесь яркий пример того, что заложниками оказались и врачи, и пациенты. Очень важно активно выявлять бессимптомные формы COVID-19. По данным прошлой недели, такое течение болезни характерно для 65% заразившихся. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика.